Интервью Владимира Путина, американскому журналисту Такеру Карлсону, вызвало громкую реакцию общественности. Ролик с записью этой беседы, стал настоящим хитом, привлекая внимание миллиардов зрителей по всему миру. Однако за этим шумом стоят, не только восхищение и интерес к беседе, но и опасения за самого журналиста. По словам Маргариты Симоньян, главы RT, организация этого интервью, вызывала сомнения и дебаты с самого начала. Весной 2021 года Такер Карлсон обратился к ним с просьбой провести беседу с Владимиром Путиным. Многие влиятельные личности высказывались как «за», так и против этой идеи. Однако беседа так и не состоялась в ближайшие месяцы, после этого запроса, что по мнению Симоньян, стало ошибкой. Сейчас, когда интервью все же увидело свет, возникли опасения за самого Такера Карлсона. Маргарита Симоньян отмечает, что многие американцы любят этого журналиста, несмотря на то, что он регулярно подвергается критике, со стороны правящей элиты. Ее слова подтверждаются тем, что Карлсон был уволен с телеканала, на котором работал, хотя оставался одним из самых популярных телеведущих, в США и в мире. Однако согласно Маргарите Симоньян, Такеру Карлсону не нужны деньги и слава. Он является мультимиллионером, обладателем огромного наследства, а также признанным лидером телеэфира. Это вызывает вопросы о его мотивации для проведения подобных интервью. Возможно, как предполагает глава Арти, за этими действиями стоят политические амбиции, и Карлсон собирается войти в политику. Таким образом, резонансное интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало, не только интересы восхищения у публики, но и опасения за самого журналиста. Время покажет, какие последствия оно принесет для всех его участников.